Сложение параллельных сил А дальше чего неизвестно? В данном случае, оказывается, можно заменить систему параллельных сил одной силой Не всегда так получается, но в данном случае получается Давайте я нарисую две силы и сложу их Причем буду складывать, опираясь на те аксиомы, которые у нас уже были Ну и свойства сил Кстати, какие у нас аксиомы были? У нас были аксиомы двух сил, да? Для равновесия твердого тела под действием сил необходимы достаточно И дальше некоторые правила, да? Чтобы они равны по величине, предположим, по направлению действовать по одной прямой, да? Потом вторая аксиома, аксиома нуля То есть можно добавлять и отнимать от системы сил Можно, в смысле, не меняя условия равновесия или движения Нуль в систему Ну и кажется, все А потом на основе этого мы доказывали скользящий характер силы в теоретической механике А теоретическая механика это там, где абсолютно твердое тело Это самое, так сказать, главное свойство Ну вот И Теперь на основе вот этого мы сейчас сложим две параллельные силы Ну на первый взгляд, кажется, отчетом и складывается Ну вот имеешь одну силу Так, кстати, сейчас, когда вы будете рисовать эту картинку Я уже продумал размеры Делайте так Вот эту вот силу сделайте 2 сантиметра Вот 2 сантиметра Ну так в масштабе получится, симпатичнее получится Вот здесь на расстоянии 5 сантиметров Здесь поместите силу 3 сантиметра Ну чуть побольше Вот Пускай это будет сила F1 Они параллельные F1, вектор F2, вектор Кстати, между прочим, сильно этими векторами, значками не увлекайтесь Вот пока эти значки нам нужны И они будут полезны И без них, собственно, ничего не получится А потом в некоторый момент Нам надо быть аккуратны с этими значками вектор Но это чуть попозже Значит, естественно, эти две силы параллельны по условию А вот то, что они располагаются на перпендикуляре Это всегда может добиться точки приложения Меняя положение силы вдоль линии действия Ну, допустим, вот эта сила была где-то вверху или внизу Ну, аккуратно перетащили ее вот в эту точку И получилось здесь 90, здесь 90 Так удобно будет складывать Ну, логично предположить, что если сила, допустим, здесь 2 кН Здесь 3 кН, то результатом действия этих двух сил Будет сила 5 кН вниз А вот где она располагается? Ну, где-то посерединке Но где-то для механики, для математики это не ответ Значит, надо, пользуясь, повторяю, этими аксиомами Найти силу и найти точку приложения Фактически мы ищем равнодействующую Ну, некоторые любят какую-нибудь математическую запись Написать, что F1, F2 Помните, система сил? Система сил – это вот это вот И еще напомню про систему сил Система сил – это не просто множество сил А силы приложены к одному телу Некоторые забывают Там, знаете, у нас в этом смысле казус может получиться У нас бывает еще сила действия равна сила противодействия Это совсем другие силы Они тоже две, там тоже равны Но они приложены к разным телам Они систему не образуют Так что, чтобы на дальнейшем В принципе, тоже рассказываю Вам школьного курса физики-то известно Итак, вот это вот эквивалент на одной силе R Которая будет равнодействующая И вопрос, где она приложена Ну, допустим, точка А, точка Б Ну, что, обозначать? Точку не обозначать? Ну, давайте обозначим Точку А Точку Б Дальше делаем следующее Уже, так сказать, по-накатанному Мы уже это проходили Мы добавляем нуль-систему По второй аксиоме это можно делать А по первой аксиоме Это как раз две одинаковые силы Предположены стороны направленные Действующие по одной прямой Вот мы вот к этой системе сил Добавим произвольные Ну, давайте там Вы там в сантиметрах делаете, да? Допустим, по одному сантиметру дайте Или по два Ну, неважно Главное, одинаковое Вот это Q Вектор Ну, это чтобы Кстати, вот смотрите Я сейчас напишу Q Вектор И это будет ошибка Почему? Потому что не может быть два одинаковых Вектора в разные стороны Поэтому пришлось писать Q1, Q2 Q1, Q2 Q1, Q2 А потом писать, что Q1 Равняется минус Q2 Q1 равняется минус Вектором Минус Q2 Вектор Кстати, именно поэтому Вот в данном случае Для сокращения записи Лучше вообще не писать Q1 и Q2 Написать Q И вектор убрать И тогда Изображение силы Как стрелочки В разные стороны Будет подсказывать Что мы имеем в виду Именно вот это вот Ну, это ладно Это уже тонкости Дальше Мы Да, у нас, кстати Еще одна была аксиома Которую Вы забыли мне напомнить Аксиома параллограмма Была такая? Значит, мы можем Складывать силы Заменять равнодействующие Если силы Исходят в одной Из одной точки Как стороны параллограмма Как вектора На сторонах параллограмма Вот, между прочим Хорошая, так сказать, аксиома Можно складывать Ну, фактически Две силы Заменять одной силой Но вот эти две силы Этому не Можно сразу было Можно складывать Можно складывать Если они не параллельны А в данном случае Они параллельны Да еще к разным точкам Приложены То есть Аксиома параллограмма К этим двум силам Не относится А вот к этим двум И вот к этим двум Попарные Относится Вот возьмем И сложим Значит, что они сейчас Сложим Мы действие сил Заменим одной силой Эти две силы Заменяем И эти две силы Ну, когда их заменяешь То надо, конечно Эти старые силы убрать Вам будет это трудно сделать Вы можете Либо резинку стереть Либо удобнее Просто зачеркнуть их Значит, вот эту силу Здесь я напишу Ф1 Ф1 Вот я заменяю Действием Ну, допустим Ир1 Ир1 Ну, чтобы заменить Полноценно Здесь, так сказать Не верь глазам своим Здесь у нас было Две силы Столожь Три Так сказать, удвоились Надо заменить Эти-то убрать Ну, я Вы можете зачеркнуть Так вот А я могу вообще просто так Пунктирно стереть Милым-то удобнее То же самое здесь Вот F2 Я здесь нарисую Для удобства А вот здесь вот Вообще интересное доказательство Я бы сказал бы Изящное доказательство Это у нас будет R2 R2 Вместо Обратите внимание Вместо сил F2 И Q Ну, либо вот так вот Зачеркнете Их нету Все, больше нету Это R2 R2 Значит, вот что мы имеем Теперь мы видим Только две силы Которые Вообще-то Где-то пересекаются А это как раз Правило параллограммы Или это аксиома параллограммы Так пересечем Найдем точку пересечения Линии действия Линии действия Сейчас пониже напустим Вот Найдем точку пересечения Согласно свойству Силы В теоретической механике Скользящие Силы Скользящий Вектор Мы аккуратно Перенесем Вот это сюда Что значит Перенесем Значит, мы здесь Должны стереть А здесь нарисовать Если будем рисовать Там и там Опять получится удвоение Да Вот Здесь получается R1 А здесь мы стираем Все, его нету Здесь мы тоже стираем Здесь подлиннее получается R2 Ну все Задача готова Значит, мы в конце концов Получили две силы Которые действуют Так же, как и две Параллельные силы А эти-то мы можем складывать По правилам параллограммы Сложим Получим некую силу В принципе, мы уже получили Что сила-то одна и складывается Один маленький нюанс Чему она равна И как она направлена Интуитивно ясно, что вертикально Ну, знаете ли Вот здесь вот Из геометрических соображений В принципе, можно Доказать Что вот это будет Вертикально Ну, попробуйте Не советую Хлопотно Значительно проще делается Опять Обратите внимание Некоторые задачи математики Это чисто математическая задача Доказать, что это будет вертикально Математическая Геометрия Чистая геометрия А можно сказать Геометрическая задача Математическая задача С точки зрения Теоретической механики Опять действуем Прежним образом А мы, честно И другого не умеем Вот я И уже вторую лекцию Подряд читаю Действую одно и то же Все время добавляю ноль Отнимаю ноль Отнимаю иду Опять мы к этой точке Приложим ноль в систему Уже надоело Прикладывать одинаковые силы Ку-1, Ку-2 Причем даже я возьму Точности Ку-1, Ку-2 Ничего не изменится Ку-1, Ку-2 Причем мы знаем Что если мы приложим сюда Ку-1 То это будет компонентой Вот этой силы А это Ку-2 Это как бы компоненты Как бы компоненты Ку-2 Они одинаковые равны Пока ничего не стираю Я просто приложу ноль в систему А дальше мы делаем следующее Дальше делаем следующее Мы вот эту силу Эту силу Убираем И представляем Как Ну обратное По свойству параллограмма Значит Свойство параллограмма Как мы Две силы складывали Заменили равнодействующие А теперь мы Вот эту силу Заменим на две компоненты Причем Одна компонента Ляжет сюда Будет Ку-2 А другая Ляжет сюда И будет точность Ку-2 Из равенства этих треугольников Вот векторных треугольников А вот те Которые мы приложили Раньше Можем убрать Они нам будут только мешаться И так будет Чтобы две Ку-2 Здесь не было То есть одна компонента А это вторая компонента А это убрали Все Ее нету Это одна компонента Вот это другая компонента Это какая у нас компонента Получается Ф1 Ф1 А это Ф2 По одной прямой Очевидно Мы по условию Мы ими так раскладываем А эти теперь Образуют ноль системы Мы убрали Вот мы уже все поубирали Что осталось в результате Ф1 и Ф2 Две силы Направлены по одной прямой Направлены по одной прямой Это вырожденный параллограмм Значит фактически Равнодействующие двух сил Это просто Ф1 плюс Ф2 Таким образом Мы доказали Что R равняется Ф1 Плюс Ф2 Это мы знаем величину Знаем что она вертикальна То есть В данном случае В данной картинке Параллельно этим силам Осталась одна маленькая Неточность Ну неясность одна Куда она приложена В какую точку Вот эту точку Обозначим Как-нибудь Как-нибудь надо обозначить Это А у нас было Да Это Б Ну пускай Вот эта точка Через которой проходит Это равнодействующая Это точка О Так 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 А вот Это Давайте С Напишем С С Ну ясно что это равнодействующие Мы заменим И приложим сюда Перенесем пониже Но это уже дело третье Главное мы понимаем Что через эту точку О Проходит равнодействующий Как является сумма Вот этих вот Величин А модуль Естественно сумма В данном случае В данном случае Учитывая Обе вниз И р равняется Вот редкий случай Складывается Не только Вектора Но и модули То есть числа Ф1 плюс Ф2 Кстати Когда они будут В разные стороны Так тоже будут Там будет вычитаться Так Ну вот Хотелось бы узнать Как соотносятся Стороны А, Б Нет Как А, О И О, Б Соотносятся Но это очень просто Делается Значит мы Запишем пропорции Пропорции очевидные Ну давайте так Ку1 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 Да Здесь мы пишем Уже не вектора А модули их Мы уже понимаем Что у каждого вектора Есть модуль Это Ку1 Деленное на Ф1 Вот Эта сторона Относится к этой То есть вот этот Треугольник Вот он Этот катет Вот к этому катету Как вот этот катет И обозначим А А зачем обозначить У нас есть АО Как Или ОА Не важно Деленное на что Соответствует Ф1 ОС ОС Далее То же самое Проделаем здесь Ку2 Ку2 Деленное на Ф2 Здесь уже не вектор Здесь в модуле Ф2 Как Что у нас Ку2 соответствует Ку2 соответствует ОБ ОБ Деленное на Что у нас тут будет Вот тоже на ОС Да Но легко догадаться Что мы будем дальше делать С этими двумя Соотношениями Мы поделим одно на другое Потому что нам Вот это ОС совершенно Не нужно Это точно Нам нужно знать точку То есть соотношение Между этими Отрезками Поделим одно на другое Учитывая Что Ку1 Ку2 Равны Они сократятся Получается Ну давайте Что мы будем делить На что Вот это делим на это Когда мы делим На дробь То Ф2 Окажется Вверху Ф2 Деленное на Ф1 Равняется Мы вот И это Делим на это ОС Скорщается ОА Остается ОА Остается А ОБ Оказывается Знаменатели ОБ И кстати Получается Интересная вещь Смотрите Если мы Перемножим То получается Ф2 На ОБ Равняется Ф1 На ОА Узнаете Сил на плечо Вот это Ф2 На плечо Здесь 90 градусов Это момент Силы Ф2 Относительно Точки О Равняется Ф1 Момент силы Ф1 Относительно Точки О По модулю По модулю На самом деле Конечно Мы начинали С того Что Момент Это вектор Если мы говорим Модуль Момент и модуль Момент Фактически Модуль проекции На Вот эту Вот Ось Направлен на нас Одна проекция Будет с минусом В одну сторону Другая будет с плюсом Ну а модуль У них Спадает То есть Фактически Мы нашли Не только Сумму Вот она Сумма Да Но и Нашли Соотношение Между Отрезками На которые Делит Точка Приложения Равнодействующие Вот точки Приложения Этих Параллельных сил Ну вот Мы две силы Сложили Если хотим Сложить больше Ну попарно Складываем Все остальные силы Это нам Пригодится Для Следующего Доказательства Итак Докажем Что Пару сил Можно переносить В параллельную плоскость Что значит Можно переносить А значит Мы не меняя действия Пары сил На твердое тело Переносим Эту пару сил В параллельную плоскость Была в одной плоскости Из каких-то соображений Нам захотелось Чтобы она была В другой плоскости Спокойно перенесем А воздействие Будет то же самое Но приемы доказательства Не меняются Опять мы будем Добавлять Нуль в систему Комбинировать Но нам непосредственно Потребуется Предыдущее доказательство Давайте мы сразу же Дадим частный случай Предыдущего утверждения О сложении Параллельных сил Значит Если у нас Две силы Равные по величине Направлены В одном направлении То их Равнодействующая Будет точность И посередине Вот и равняться Удвойные величины Значит Здесь Два f Здесь f Здесь f Обратите внимание Как я хитро сделал Я не писал f1, f2 Потом Просто f Так сказать Величина Грубо говоря Модуль А это 2 f А это равны Это частный случай Он нам пригодится Итак Пускай имеем Некоторую плоскость Значит Здесь конечно Надо Некое такое Пространственное Воображение В общем Картинка Которую буду рисовать Она Пространственная Вот имеем Некую плоскость В этой плоскости У нас Лежит пара сил Пара сил Ну ясно Что пара сил Опять Может быть Скомбинирована Так Чтобы они Были На перпендикуляре Силы К точкам приложения Ну еще Я вот так возьму Одну силу Сюда Силу f f Ну что Будем писать Вектор Ну давайте Напишем Вектор Да Придется писать f1 Вот это Перпендикуляр Здесь f2 f2 Ну где Для памяти Напишем Что f1 Равняется f2 По модулю Это пара сил У нее плечо Вот такое Какое-то Это не важно Вот она Покоилась Или не покоилась Вот в этой плоскости А нам хотелось бы Чтобы она была В другой плоскости Выше или ниже Допустим выше Нам хотелось бы Не меняя воздействие Этой пары На твердое тело Передести туда Совершенно не очевидно Обратите внимание Какова наша Здесь грубая наглость Мы же сказали Что сила Можно вдоль Линии действия Переносить А тут что мы Делаем Такую крамову Мы вот эту силу Не вдоль Переносим А параллельно Само сюда А эту еще сюда Два преступления Одновременно Нельзя параллельно Переносить Не меняя воздействия Оказывается Когда мы Две перенесем То это можно Одну нельзя А две можно Значит как-то делаем Фактически Пару сил Переносим Параллельную плоскость Вот редкий случай Когда я повторяю Силу Переносим Не меняя воздействия Этой силы Параллельным образом Но делаем Следующим образом Давайте так Конечно там Разные способы есть Возьму Установлю перпендикуляр И возьму Эту точку Эту точку В действительности Совершенно не обязательно Можно пару Поместить в другое место Но потом Вы знаете Вдоль плоскости Можно носить Вот принесли сюда А это сюда Вот Это образы Этих точек Приложения Пока мы еще Ничего не сделали А дальше Отлаженный Приемчик К этим точкам Прикладываем Нуль системы Опять По две Одинаковых Силы В разные стороны Но нос Тут будет много сил Да Вот Две таких же Две таких Давайте обозначим Ку Один А это Ку-2 Ку-2 При этом Опять Они равны Между собой Ку-1 Равняется Ку-2 А вот К этой точке Ну для разнообразия П-1 П-2 П-1 П-2 П-1 Без вектора А нет Давайте с вектором П-1 И П-2 П-1 П-2 Значит Это равняется По модулю П-1 Равняется П-2 Повторяю Здесь мы пока Ничего Крамольного Не сделали То есть Вот Добавили Нуль систему Воздействие На твердое тело Не меняем Обратите внимание Какие-то тонкие Может быть Излишне тонкие Доказательства Потому что На первый взгляд Кажется Ну очевидно Господи Перенесли П-1 Ничего не изменилось Да Ну Эта система Доказательства Она как бы Наше мышление Оттачивает На более сложные вещи Пока мы начинаем С простого Да Дальше Что мы делаем А дальше Вот такая Штуковина Мы возьмем П-1 И Ф-1 Вот эти две силы Параллельные Они параллельные Сложим Вот по такому Правилу Что будет Вместо П-1 И Ф-1 Будет в центре В центре Будет В два раза больше И будет Называться Р-1 Вектор Дальше Пока ничего Не изменилось А Нет Когда мы сложили Мы эти силы Убрали Да Мы вместо Этих двух сил Написали равнодействующие То есть Вот эти силы Убрали Зачеркнули Все Их нету Вот постепенно Все это Туда перекочует Так Теперь Вот эти две силы Ку-2 И Ф-2 Тоже параллельные Тоже равны По величине Их тоже Заменим Разнодействующий Посередине Отрезка Соединяющего Вот как бы Тут надо сделать Чтобы было понятнее Вот Обратите внимание Пройдет Обязательно Через эту Замечательную точку Точку приложения Р-1 Вот Вот отрезок Вот Р-1 Значит Вот эти две силы Убираем И заменяем Р-2 Ну совершенно очевидно Что Р-1 Равняется Р-2 И равняется 2 Ну хотя бы Ф-1 Но они все между собой равны Можно обозначить Как-нибудь Ф Ну значит Эти две силы Предположенно направленные Равные Привлеченные Приложенные К одной точке Они образуют Нуль систему Значит мы от нее Можем избавиться Вот все Избавлялись Что же В конце концов Осталось Незачеркнутого Осталось Ку-1 И П-2 А это Вот эти две силы Это и есть Пара сил Они между собой равны Которая перекочевала В параллельную плоскость Все Мы Эквивалентным образом Пару сил Перенесли В параллельную плоскость Вот такое Утверждение Парой Будет У этой пары Будет У такой Вектор М Это Вектор Момента Обратите внимание У вектора Момента Пары Нету Точки Относительно Которая Вычисляется Это мы доказывали Это у момента Силы Есть точка Относительно Которая Вычисляется Момент А у момента Пары Этого Индекса Нету Нету